МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, какова ситуация на сегодняшний день в Латвии? Об этом в сюжете ЛРТ+. Число случаев заражения COVID-19 растет, и ситуация в Латвии продолжает ухудшаться, тогда как в других странах Европы вирус стал уже неконтролируемым. Латвийские эпидемиологи отмечают, что мы можем достигнуть критической точки, поскольку коронавирус имеет свойство распространяться молниеносно. За прошедшую неделю с 16 по 21 октября в Латвии было констатировано 754 новых случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки было зарегистрировано еще 250 заболевших. Один пациент умер, он входил в возрастную группу от 55 до 60 лет. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. За сутки в стране было проведено 5726 тестов на COVID. Доля позитивных результатов составила 4,4%. За сутки госпитализировано 17 человек. В настоящее время в больницах находится 113 пациентов с COVID, в том числе 10 человек в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения. Что касается Дагвилса, то с начала пандемии в городе зафиксировано 365 инфицированных коронавирусом. Из них 150 человек заразились в течение прошедших двух недель. На данный момент в инфекционных боксах Дагвилса региональной больницы находится 9 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Их состояние оценивается как стабильное. Новых случаев заболевания коронавирусом среди медработников ДРБ нет. В свою очередь, пятеро ранее инфицированных сотрудников медицинского учреждения проходят лечение и идут на поправку. В Дагвилсе продолжается работа над улучшением инфраструктуры дошкольных учебных учреждений. На сегодняшний день утеплены и приведены в порядок практически все здания детских садов. Помимо проектов по реновации, также продолжается реализация программы по обновлению игровых площадок. Одним словом, с каждым годом инфраструктура городских дошкольных учреждений улучшается. И эти работы будут продолжены. Подробности в следующем сюжете. В Дагвилсе продолжается обустройство инфраструктуры дошкольных учебных учреждений. Летом этого года было сдано в эксплуатацию здание 28-го детского сада. В ноябре планируется завершить работы в здании Стропской основной школы центра развития на улице Михоэлса 4. В ближайшее время начнутся строительные работы еще в двух дошкольных образовательных учреждениях. Здание 29-го детского сада будет полностью утеплено. Здесь реконструируют систему отопления, вентиляции, освещения, а на крыше установят солнечные коллекторы. Аналогичные преобразования ожидают и здание 12-го детского сада. Будут заменены и окна, будет улучшен и окрашен фасад, будут проведены все работы по энергоэффективности для того, чтобы здание было бы теплое, соответственно детки будут меньше болеть и воспитателям будет уютнее работать здесь. Также должна сказать, что здесь также будут применены и новые технологии, на крыше будут размещены и солнечные батареи, или их, как называют, коллекторы, для того, чтобы подогревать воду. Соответственно, все здание, оно станет более энергоэффективным, мы будем меньше тратить денег на содержание этого здания, а эти денежки потом будут направляться на развитие и на создание материально-технической базы этого дошкольного учреждения. В каждый из этих объектов самоуправление инвестирует более полумиллиона евро, которые предназначены как для реновации зданий, так и для благоустройства прилегающих территорий. Руководство Думы подчеркивает, что такие масштабные вложения оправданы, потому что не только улучшается техническое состояние строений и сокращаются затраты на их содержание, но и самое главное, создается благоприятная среда для воспитания и развития детей. Хочу сказать родителям, мы прекрасно понимаем, что сейчас, конечно, вам может не настолько удобно своих детишек приводить в другие дошкольные учреждения, но такова жизнь. Мы должны утеплять здание, мы должны приводить в порядок наши детские сады, и потом, когда вы с детьми своими вернетесь, конечно, здание будет обновленное, отремонтированное, приятное. Мы очень надеемся, что детки будут меньше болеть, и что программа города по энергоэффективности и по обновлению наших дошкольных учреждений уже будет завершена. Сюжет подготовил отдел общественных отношений маркетинга Даугавпилской городской думы. Реформа образования в Латвии продолжается уже с нового учебного года в стране, в том числе и Даугавпилсе. Существенно может сократиться количество средних школ. Причина – нехватки учащихся. Разработанные Министерством образования критерии, определяющие численность школьников в старших классах, ставят под угрозу ликвидации большинства средних школ Латвии. По предварительным подсчетам, в Даугавпилсе их может остаться не более шести. Подробности в следующем сюжете. С нового учебного года количество средних школ в Латвии значительно сократится. Причина кроется в реализации новой школьной реформы. В ее рамках были разработаны критерии, из-за несоответствия которым многим школам будет грозить ликвидация. Первый показатель – количественный. Минимальное число детей в 10-12 классах с 1 сентября 2021 года. В городах государственного значения должно быть 120 учеников, в административных краевых центрах – 90 и т.д. Меньше всего 25 человек может быть в средней школе, если она расположена на приграничной территории. Второй критерий – качество образования. Он рассчитывается по сложной формуле, в которой определяющую роль играют результаты централизованных экзаменов. Но если чиновники в этой реформе видят только плюсы, то педагоги видят в этом и много минусов, которые негативно скажутся именно на качестве учебного процесса. То есть ситуация такая, как я компонсировал. Они хотят прогнать реформ 120 учеников в средней школе. Причем, сейчас читаю информативу от Зиме, и вижу, что они еще хотят такую фишку внедрить. Высказать либо с ликума, добавить дефиницию, что типа программа в истину от и атуина, да, форма. Они реально осознают, что учителей не хватает 100%. И тем, что они ведут эту дефиницию по разумно-атоматизму, скорее всего, они хотят убить как бы двух зайцев. Первое – нехватка учителей. А второе, конечно, объединить школы, то, что они хотели уже сделать давно. Неужели только цифры и результаты централизованных экзаменов будут определять будущее молодого человека и его историю успеха? Не всегда ведь эти критерии могут свидетельствовать о том, что школа работает успешно или не очень. Ознакомившись с этим информационным сообщением, опубликованным на домашней странице правительства, я вижу желание реформировать большую часть средней школы Латвии, потому что не хватает учеников. Разве это разумное решение? Ведь только началось внедрение компетентностного подхода в учебный процесс, и не все так происходит гладко. А здесь нам уже выдвигают новые требования. Слава Богу, что хотя на сей раз принимается во внимание особенности региона, но если мы хотим, чтобы Латвия развивалась равномерно и население оставалось в каждом ее уголке, то так поступать нельзя. Ведь есть много примеров. Как только закрывается школа, деревня становится пустой. Пример тому поселок Ветслобода в Лудзинском крае. Министерство образования подчеркивает, что главная цель оптимизации сети в учебных заведениях – качественное образование для всех и каждого, вне зависимости от того, где живет ребенок – в деревне или в столице. Поэтому средние школы должны соответствовать двум критериям. Это утопия. Какая удаленка, о каком качестве можно разговаривать? Вот они сейчас пытаются все спрятать, якобы большое количество детей, большое качество. Ну так у вас учителей не хватает, о чем вы разговариваете. О каком качестве? Когда вы соберете классов по 30 человек и будете включать в скайпе кто-нибудь в Триги, будет вести физику, химию или еще что-то? Министерство не слышит ни людей, ни о рот, бедри, ничего абсолютно. Они там уверены, что все будет замечательно. Когда филологи у руля, это плохо. Каунетская средняя школа. Да, мы выполним выдвинутые критерии. 50 человек в нашей школе будут. С централизованными экзаменами тоже будет все хорошо, поскольку мы уже показываем 52%, а нужно 40%. Но я ведь думаю о других школах. И еще, в нашей школе учатся дети, которые проживают в радиусе 25 километров. Никакой другой школы на этой территории нет. И если нашу среднюю школу закроют, самая ближайшая находится в Резакне, а это еще плюс 23 километра. Несмотря на недовольство школ, Министерство образования уже подготовило план, что делать со средними школами, которые не выполняют критерии. В случае невыполнения нормативов, по истечению одного года учебное заведение получает предупреждение и только 80% предусмотренного госфинансирования. Если никаких изменений не произойдет и на второй год, то госфинансирование школы составит уже 50%. Ну а если и на третий год ситуация не изменится, то может встать вопрос о ее ликвидации. К слову, на сегодняшний день в ДАГУ был сер разработанным критерием из 12 средних школ соответствует не более шести. Уже очевидно, что после осенних каникул большинство учащихся в школу не вернутся. Учебный процесс будет проходить на удаленном формате. В этой связи у родителей возникает закономерный вопрос. Как будет организован процесс обеспечивания учеников бесплатными школьными обедами? Об этом в сюжете наших коллег из отдела общественных отношений и маркетинга Дагубинской городской думы. Согласно постановлению правительства Латы и после завершения школьных каникул ученики всех латвийских школ с 7 по 12 класс на протяжении одной недели будут учиться удаленно. Эта мера принята для борьбы с распространением COVID-19 в учреждениях образования. В Дагубинской думе ученики упомянутых классов будут также получать продуктовые пакеты в качестве альтернативы школьному питанию. Питание в школах датируется и самоправлением, и государством. Поэтому для рационального использования средств и поддержки учеников Дагубинской думы еще ранее было принято решение о выдаче продуктовых пакетов для тех, кто учится удаленно. Расчет стоимости пакетов ведется исходя из стоимости одного школьного обеда, то есть 1 евро 42 цента в день или чуть более 7 евро за неделю. Когда у нас уже начались проблемы и некоторые классы ушли в удаленное обучение, было принято у нас с решением думы, что мы поддержку будем продолжать питание, так как в школах питать мы не можем в том случае, что дети не могут приходить в школу. Почему пакеты? Потому что это связано с тем, чтобы мы могли государственные деньги использовать. Так как государственные деньги даются с 1 по 4 класс, дотация, там 50% дотация, с условием, что если остаются эти деньги, то многие часть денег их можно и на другие классы использовать. И если это, например, перечисление денежное или какие-то карточки продуктовые, тогда мы не можем использовать эти деньги. По сравнению с ситуацией в начале октября, многие ученики школ и воспитанники детских садов уже успели вернуться с удаленного обучения. Однако, как именно будет складываться ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях, прогнозировать крайне сложно. При необходимости, самоправление не исключает возможности вернуться к той форме поддержки, которая была использована в апреле этого года картам на приобретение продуктов или перечислением на банковский счет родителям. Дискуссия идет. И если, возможно, например, будет в дальнейшем какая-то такая ситуация сложная, особенно в средней школе, и родители будут согласны получать не пакеты, а деньгами, мы можем решать вопросы деньгами. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугупилской городской думы. Многоэтажка на улице Гайсмас-7, которую некогда самоуправление получило совершенно бесплатно от бывших собственников этого здания, в ближайшем будущем будет отремонтированным. И впоследствии ключи от новых квартир получат многодетные семьи и дипломированные специалисты, в которых нуждается Дауглс. Подробности в следующем сюжете. В судьбе многоэтажного дома, расположенного в Ругеле на улице Гайсмас-7, забрежила светлая полоса. Таким образом, в ближайшей перспективе из категории многоэтажка-заброшенка высотный дом станет жилым зданием, в котором ключи от квартир получат дипломированные специалисты, в которых нуждается наш город, и многодетные семьи. В четверг на очередном заседании Городской думы было принято решение о взятии кредита на реновацию этого объекта. Следует отметить, что на первом этапе проекта будет отремонтирована только одна секция многоэтажного дома. Для справки, жилая площадь здания составляет около 7000 квадратных метров. В нем расположено 105 двухкомнатных и четырехкомнатных квартир. Но, чтобы они стали пригодны для проживания, необходимо будет провести упрощенную реконструкцию, которая предусматривает обновление систем теплоснабжения, электроинсталляции, водопроводы и канализации, а также другие ремонтные работы. Для проведения работ по ремонту первого корпуса многоэтажки в государственной кассе планируется взять на 20 лет кредит в размере 445 781 евро. Софинансирование самоуправления проекта составит 246 574 евро. Традиционно в октябре в Латвии проходит неделя карьеры, в рамках которой школьники могут познакомиться с различными специальностями. В частности, в этом году у юных докупелчан была возможность познакомиться с профессиями химика, физика, графического дизайнера, физиотерапевта и инженера, встретившись с нынешними и будущими профессионалами своих отраслей. Подробности в следующем сюжете. С 26 по 30 октября по всей Латвии, а также в Далгупелсе пройдет неделя карьеры, которую организует Государственное агентство развития образования в сотрудничестве с самоуправлениями Латвии. Учитывая ситуацию с COVID-19, в этом году многие мероприятия недели карьеры будут в основном проходить удаленно, в онлайн-формате. Во время недели карьеры в Далгупелсе, когда очно будут учиться только ученики первых-шестых классов, а учащиеся с 7-12 классов удаленно, все учебные заведения будут организовывать для своих учеников уроки карьеры, выставки, а также мероприятия интервью с родителями и учителями. Условия в этом году и правда непростые, и с ними нужно считаться, поэтому мероприятия будут проходить как на месте, так и удаленно. Как известно, по правилам очно разрешено учиться первым-шестым классам. Там школьные карьерные консультанты и учителя разных предметов организуют мероприятия своими силами. Классные часы, выставки рисунков и другие идеи – все то, что можно сделать внутренними ресурсами школы. Что же касается удаленных мероприятий, то тут нужно сказать спасибо нашим партнерам Латгальской центральной библиотеки, молодежному отделу Думы, строительному техникуму. Они сумели оперативно организовать разные события, онлайн-дискуссии на порталах и в соцсетях. Удаленно также можно будет участвовать в мероприятиях Латгальской центральной библиотеки и ее филиалов, где желающие с помощью специальных видеороликов смогут узнать о профессиях представленной библиотеки и особенностях карьерного роста в цифровую эпоху. Посещая библиотеки индивидуально, также можно будет участвовать в конкурсах, посещать литературные выставки и знакомиться с различными полезными ресурсами. Специальными мероприятиями недели карьеры станут онлайн-дискуссии 27 и 28 октября в фейсбук-профиле Государственного агентства развития образования «Тавай карьерой». Мероприятие во вторник предназначено для учителей, карьерных консультантов и родителей. В свою очередь в среду будет организовано онлайн-мероприятие для молодежи, в котором примут участие эксперты по вопросам карьеры и известные влатые предприниматели. Аналогичный формат предлагает и молодежный отдел Далгупинской думы. Дискуссия о карьере состоится 28 октября в 2 часа дня в фейсбук-аккаунте молодежного отдела. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Далгупинской городской думы. Вы смотрели информационную новостную программу «Мы в курсе». И в заключение передачи мы напоминаем вам о том, что в ночь на воскресенье 25 октября латвия перейдет на зимнее время. Так что не забудьте стрелки часов перевести на 1 час назад. Согласно правилам Кабинета министров, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4 часа утра. На летнее время Латвия перейдет 28 марта 2021 года. На этом все. Всем хорошего вечера и выходных. И самое главное – не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова